Твердость шага и уверенность походки не скажешь, что Марку Ставицкому скоро 75 лет. В его трудовой книжке всего одно место работы. Уже 57 лет он приходит на электроприборостроительный завод имени Серго Рженикидзе. Сейчас он заместитель генерального директора по развитию авиационного направления, а до недавнего времени сам возглавлял это предприятие. Пришел сюда простым токарем в 64 году. Марк Ильич вспоминает годы своей молодости как эпоху развития всей огромной страны. Покорение неба на тот момент уже было не просто мечтой, а одним из главных направлений в работе всего коллектива, который целиком отдавал себя делу. С середины 50-х годов завод стал позиционироваться и разработчиками московскими, и потом саратовскими разработчиками. стал позиционироваться как изготовитель систем, не только приборов, но и систем. Я попал на завод в то самое время, да, февраль 65-го года. Это было восстановление авиационной промышленности, российской авиационной промышленности. Загрузка была сумасшедшая. Мы в год осваивали несколько изделий. Это потом, когда я из цеха перешел в отдел главного технолога, я вот это вот дело почувствовал, так сказать, насколько это сложно. В год запускалось несколько изделий. Причем каждое изделие, которое запускалось, оно было сложнее, интереснее. В то время предприятие осваивало новые технические процессы и выпускало систему автоматического управления на военные самолеты. Сложное изделие, состоящее из порядка 50 наименований, оно являлось самым удачным и требующим определенной перестройки производства. В чем-то его можно сравнить с капитаном корабля. И когда пришло время взять командование заводом, он принял на себя самый серьезный удар. Период середины 90-х. Отсутствие заказов из 4 тысяч сотрудников осталось тысячи с небольшим и 2 тысячи судебных исков о невыплате зарплат. И как свойственно капитану, корабль он не покинул, а остался и сохранил работоспособность завода. Я стал директором предприятия в 97-м году. Это были, наверное, самые тяжелые годы работы, с которыми мне пришлось столкнуться. И хотя я был в 97-м, мне уже был 51 год. И я, слава богу, предприятие знал досконально, поскольку я проработал во многих отделах, цехах предприятия, в службах предприятия. Но это было дно. То есть мы практически в 97-м году достигли дна. И самое тяжелое время, оно было связано, конечно, в первую очередь с абсолютным падением заказов, чему помогло и государство, и в долговую яму нас в свое время посадило государство с учетом гособоронзаказа. И вся денежно-кредитная политика, финансово-кредитная политика, которая в то время проводилась, она была направлена, конечно, на выживание банковской системы, но никоим образом это не касалось промышленности. На сегодняшний день завод перешагнул отметку в 100 лет со дня основания и продолжает успешно заниматься разработкой и производством систем автоматизированного управления, вычислительных систем, дистанционных систем управления и других приборов. Активное участие в этом принимают и ветераны предприятия. Александр Козлов много лет служил бок о бок с Марком Ставицким. Они вместе прошли сложные годы в заводской жизни. Вспоминает, что Марк Ильич в свое время принял непосредственное участие в подготовке производства систем управления. Марк Ильич отличался неутомимой энергией, неутомимой энергией на всех постах, которые он занимал. И я постоянно имел с ним связь по системе САУ-1Т. И всегда Марк Ильич был доступным человеком. Если он свободен, он всегда принимал и меня, и всех других. И когда бы я ни пришел, Марк Ильич был занят. В настоящее время тут сейчас компьютер, все через компьютерную связь. Все время он занят, 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 занят. Но тем не менее, значит, прекращал свою работу и занимался нашими вопросами. Нина Зайцева сейчас возглавляет Центр молодежного инновационного творчества при заводе. Занимается с молодежью. А в годы работы на производстве опиралась на знания и опыт руководителя. Я почти каждый день, если не каждый день, то раз в месяц, точно бегала решать вопросы. Кому? К нашему любимому генеральному директору, техническому директору, главному. Все к Ставинскому Марку Ильичу. Но вот всегда на все поставленные вопросы, в конечном счете получал ответ и выполнял поставленную задачу. Марк Ильич очень принципиальный. Умеющий решать вопросы грамота по широкому кругу вопросов, которые выдвигает наше сегодняшнее время. И производственно-экономические, технические, и финансовые. И в то же время, надо сказать, что он очень отзывчивый, доброжелательный, чуткий. Но с каким вопросом к нему не подошел, за какой-нибудь помощью, то обязательно поможет и решит. По словам современного руководителя Дмитрия Ханенко, Марк Ставицкий относится к категории людей, про которых говорят, сейчас таких не делают. А скорее, это он продолжает делать все возможное для сохранения производства и коллектива. Особенность уникальности личности Марка Ильича заключается в том, что такие люди воспитываются. То есть это пришло ему, наверное, от родителей, от его отца, матери, которые воспитывали его в определенном таком ключе. Потом само предприятие обладало определенным такой авторитетом, определенными увлекальными личностями, которые передавали ему эти знания. На самом деле, все-таки для того, чтобы полностью себя реализовать, нужно, наверное, быть полностью погруженным в то дело, которым ты занимаешься. Нужно его любить и преданно служить именно тому процессу, тому предприятию, которое ты воспитала. Наверное, это уже сегодня большая редкость, но Марк Ильич является ярким примером, легендой. Вместе с сотрудниками Марк Ставицкий прошел через многое, но сейчас он снова констатирует факт сокращения промышленного производства в регионе. Оставшимся предприятиям в современных условиях остается не просто работать, а именно выживать. Я даже не могу подобрать вот слово, какое это отношение. То есть промышленность стала не нужна. Люди, которые работают, а это миллионы людей, миллионы людей, которые работали. Причем это же коснулось не только авиации, к великому сожалению. Это и судостроение коснулось, это самое. Это и двигатели строения коснулось разного. Станка строения, а это как следствие. Материалы странения, производство материалов. То есть нам оставили вполне определенные, так сказать, вехи. Никакого развития нет. Это опять выживание. А поскольку все предлагается сделать за свои, то есть предприятия, подобно нашему, которые имеют там численность, по-моему, больше сотни человек, они ни в какие эти самые рамки поддержки не попадают. Мы не малый бизнес, мы не средний бизнес, ни по объемам выпуска, ни по количеству работающих. И все только бегают и говорят, вот по закону вы обязаны сделать вот то-то, вы обязаны сделать вот то-то, вы обязаны повышать заработную плату, вы обязаны доводить ее до не знаю каких этих самых высот и так далее. Ну, побойтесь Бога, мы деньги можем взять только произведя продукцию и продав ее. Как с высоты прожитых лет, так и с высоты отработанных лет. О том, что промышленность у нас чего-то там хорошее испытывает, я абсолютно не могу. Пока, к сожалению. Хотя мы убеждаем людей, что только вот в дружной работе, в сплоченной работе и в прочих вещах можно найти наше счастье. Других вариантов просто это самое. Других вариантов просто нет. При этом сам Марк Ставицкий и завод Орджоникидзе остаются частью большой системы. Она помогает поддерживать летную годность тех самолетов, которые были выпущены в начале его рабочего пути и по сегодняшний день.